Четвёртый этап РСКГ на автодроме Москоу-Рейсвей ознаменовал экватор. Для пяти главных зачётов половина чемпионата прошла. Поэтому неудивительно, что в воскресных гонках спортсмены пытались выжить максимум. У лидеров взрывались моторы, их преследователи вылетали с трассы, поскользнувшись на следах масла. Одни красиво боролись колесо в колесо, другие шли ва-банк, сталкивались и разворачивались. В топовом классе туринг, несмотря на не самый удачный уикенд, пилот программы СМП Рейсинг Кирилл Ладыгин на турбированной Ладе Вести заработал бронзу в одной из гонок и смог сохранить лидерство в чемпионате. Победа Андрея Масленникова на Hyundai i30N вкупе с седьмым местом позволила ему выйти на вторую строчку турнира, а третий теперь Павел Кальманович на Купри Леон. В категории Суперпродакшн Дмитрий Лебедев на Subaru BRZ опередил соперников, в том числе недавнего лидера Владимира Шишинина на Ладе Вести. Третью позицию сохранил Вадим Антипов на Subaru BRZ. Однако отставание от соперников только увеличилось. И теперь вплотную к нему подобралась пара участников на Honda Civic. Николай Виханский и Юрий Оршанский, который стал одним из самых результативных пилотов этапа, завоевав золото и серебро. Если успех получится развить, то на финальном подиуме после долгого перерыва появятся пилоты, выступающие не только на Ладах и Subaru, но и на Хондах. Самым успешным пилотом в классе Touring Light стал Пётр Плотников на Volkswagen Polo. Серебро в первой гонке и победа в другой позволили ему выйти в лидеры чемпионата. Андрей Радашнов на Peugeot 208 выиграл один заезд и финишировал четвёртым во втором, что позволило ему пополнить запас очков и сохранить вторую позицию в турнире. А недавний лидер Иван Чубаров на Ладе Гранте оба раза был седьмым и теперь серьёзно отстаёт от новых фаворитов. Теперь к нему приблизился Владимир Черевань на Polo. Орловский ветеран, благодаря бронзе и серебру, добытых на московском этапе, взлетел с шестой позиции на четвёртую. В категории S1600 лидером этапа стал Василий Владыкин на Гранте, который выиграл одну гонку и стал четвёртым во второй. Благодаря этому он ворвался в тройку лидеров турнира. Егор Санин на Kia Rio X-Line провёл неудачный уикенд, поэтому откатился на вторую строчку, а турнир теперь возглавил Рустам Фадхуддинов. Победа и четвёртое место на Москоу Рейсвей позволили ему изрядно пополнить запас очков. Теперь у пилотов РСКГ осталось всего три этапа, чтобы укрепить своё положение, либо отыграть упущенное. Следующая встреча пройдёт на автодроме Казань-Ринг 11 и 12 сентября. Редактор субтитров А.Сёмкин